Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM На 101FM программа «Особое мнение» в Кирове 1305. Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит и улыбается абсолютно весенний Азиз Алиевич Агаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю всех с сегодняшним днём. Да, с тем, что наконец пришла весна, пусть не по погоде, но хотя бы календарная. И по запаху. Утром выходишь из дома, деревни, и чувствуешь по запаху, что это весна. Да, пахнет весной. Я представлю вас, Азиз Алиевич, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Что же, я предлагаю начать. Я напомню всем, что нас можно не только слушать на e-hackero.ru, но и смотреть можно. Там же есть ссылка на онлайн-видеотрансляцию. Итак, Азиз Алиевич, давайте начнём с вами с приговора Сергею Матковскому, который состоялся 2 марта. В Ленинском районном суде города Кирова вынесли приговор экс-директору МУП «Горэлектросеть». Вот суд снял арест с имуществом Матковского, назначил ему наказание в виде штрафа. 180 тысяч рублей. Наказание, не связанное с лишением свободы. Скажите, пожалуйста, вы ожидали такого приговора? Ну, не то, что ожидал. Это сложно, как бы, такие приговоры. И вообще какие-то приговоры ожидали. Ну, что приговор будет не связан с реальным лишением свободы. Вот так. Ну, я вообще, как бы, вот, ну, как вам сказать, не то, что не ожидал. Я даже по этому поводу не думал. Но хочу сказать, что ощущение у меня, что все-таки это более-менее справедливый приговор. Потому что не нужно было Сергея лишать свободы. Вот целый ряд этому есть факторов. Но в качестве назидания многим, значит, менеджерам, значит, которые идут по, ну, какие-либо должности по, значит, по связям, по просьбе своих старших коллег, там, с обещанием, что у тебя ничего не будет, ты там, давай, делай вот так, вот так, вот так. Я думаю, что это очень хороший пример. Вот. А самое главное, конечно, почему это могло бы, вот, в конечном итоге мы могли бы и любой другой человек ожидать такого приговора, то это то, что, несмотря на то, что у нас до этого тоже были примеры, там, осуждения, связанные с муниципальным или государственным имуществом тех или иных руководителей, системы-то управления муниципальным и государственным имуществом не меняются. То есть, все делают вид, что, значит, бесконтрольность или совершение определенных там действий руководителей муниципальных или государственных предприятий, это вина самих там руководителей. А то, что нет системы контроля четкой и никто не делит ответственность с этими людьми из тех, кто непосредственно руководит, курирует, входит в советы директоров или куда-то, это говорит о том, что, ну, либо нет политической воли, потому что в таких вещах, как правило, один директор не решает. Вот я уверен, что на 90-95% один директор не решает такие вопросы. Он, скорее всего, получает указания, приказы, там, пусть не вписанном виде, но в устном, под угрозой увольнения. Тем более мы все знаем, что у таких руководителей в контраках прописано, так сказать, увольнение без объяснения причин. Вот. Поэтому я считаю, что если Матковский понес наказание, значит, его привлекли к ответственности, то вместе с ним должны были привлечь к ответственности и ряд других лиц из департамента муниципальной собственности, из городской администрации, значит, кто непосредственно курирует, руководит, направляет, там, собирает совет директоров, заслушивает отчеты, там, и так далее, и так далее. Вот эти люди. То есть вы считаете, что в этом случае просто нашли крайнего? Ну, почти так. То есть он, конечно, не совсем крайний. У меня недавно был разговор по поводу одного из руководителей, который тоже как бы преследовался, и по поводу которого состоялся суд с одним из, так сказать, своих хороших знакомых. Прошу прощения, не буду называть. И когда он начал говорить, что вот какой вот бедный и несчастный этот человек, я сказал, он не бедный и несчастный, он просто дурак. Потому что я знаю уровень его квалификации, я знаю, что когда он подписывал какие-либо бумаги, он точно понимал, что он делает. И делать вид, что я не понимал, а если ты понимаешь и осознаешь, что ты делаешь нечто незаконное, то и тебе кто-то там, твой начальник или кто-то обещает, что да, все тут нормально будет, ты давай подписывай. Ну просто дурак. То есть нам нужно как бы... Вот две вещи. Первое, я считаю, что пришла пора все-таки нам выбирать руководителя из числа ответственных, умных, добросовестных, так сказать, людей. Конкурсы вот таким образом должны проводиться, и люди приходить должны. Не просто так вот, ушел Матковский, пришел кто-то следующий, этот следующий привел своих дружбанов вокруг себя, посадил. А это должен быть реальный конкурс с оценкой человека, что он может, что он делал, какие его результаты были. Или хотя бы какой потенциал у него есть, понимаете? А не просто так вот, если ты тусовался, вот вчера ты тусовался с одним там заместителем губернатора, завтра с другим там заместителем, вот ты потусовался там. А завтра ты стал третьим заместителем. Ну да, что-то типа там, да. Мы, так сказать, друг друга, похоже, понимаем, да. И стал третьим заместителем губернатора или еще чем-то. Еще чем-то. Вот, это первое. И второе, значит, должны ли нести ответственность люди, которые отвечают за создание системы контроля и за контроль за такими предприятиями? Есть ли эти люди? Если эта система есть, если мне скажут, что есть у нас система, все хорошо. Значит, тут два варианта. Либо люди, которые руководят этой системой, значит, замешаны в этом деле, либо они некомпетентны. И третий вариант, либо система неправильно построена, не работает. Но и в том другом случае должен понести ответственность какой-то руководящий человек, который не создал систему, либо замешан в этом деле, либо некомпетентен. Все предполагает какие-то оргвыводы. Понимаете, о чем я говорю? Но оргвыводов-то нет. Ну, хорошо, вот Матковский, так сказать, осужден. Ну, мы понимаем, что сам Матковский сам по себе то, что вот сделано, делать бы не стал. — Азиз Алиич, вы заметили, в последнее время по очень многим экономическим делам не могут доказать следователи именно экономическую составляющую. Вот есть такое мнение, что не умеют просто у нас грамотно расследовать экономические преступления. Вы согласны с этим? — Ну, и да, и нет. То есть, с одной стороны, да, значит, следователи очень часто, понятно, что они не имеют такого опыта, как имеют опыт те, которых они преследуют в уголовном порядке, да, и, конечно, квалификация людей, которые управляют непосредственно предприятием, это достаточно высокая квалификация. И, понятно, следователю, может быть, не всегда понятно там, что они делают, да, это один момент. В связи с этим можно массу вариантов предложить следственным органам для работы. От привлечения высококлассных специалистов для разматывания этих клубков там, значит, до создания при себе каких-то таких там служб экспертных. Потому что очень часто в экспертных службах, например, правоохранительственных органов работают бывшие правоохранители и следователи по этим направлениям, которые сами тоже в бизнесе, например, там или в каких-то других направлениях бизнеса не участвовали, не проявлялись никак. И второе, очень часто при возбуждении таких дел нет воли, значит, для того, чтобы вытащить за вот это вот звено всю цепочку. То есть мы берем нижнюю там цепочку, да, а верхний там по каким-то причинам. Кто-то, говорит, откупается, кто-то, говорит, не было вышестоящей политической воли, там еще что-то. А более верхние там, значит, цепочки. Потому что если мы с вами посмотрим по целому ряду преступлений, которые там рассматривались в Кирове и Кировской области, ниточки вели вверх на конкретных людей, которые там в том числе были бы ответственны, могли бы быть ответственны за те или иные права нарушения. Но, к сожалению, поэтому и получается, как на языке, так сказать, следователей, такие дела начинают разваливаться по своим экономическим составам. А если ты, значит, кого-то не привлекаешь, значит, если нет субъекта правонарушения, какой состав-то? Кто, какой судья? А судья мы знаем, что это восквалифицированные специалисты в области права. Уж как минимум состав, что такое преступление, они прекрасно знают. Но если ты, значит, увел субъекта куда-то, то состав развалился. Соответственно, судья это видит и видит, что это шьется, так сказать, какому-то человеку, который вообще не субъект вот этого правонарушения, или субъект кряем, или он с кем-то из-за чего-то там вот тут оказался в этом месте, так сказать. Все разваливается, пожалуйста. Поэтому очень хорошо, что судьи очень внимательно смотрят вот на такие дела и принимают такие решения. Очень здорово. Это будет заставлять правоохранительные органы работать, либо полностью раскрывать, либо вообще не браться за такие дела, если у тебя нет воли, так сказать, привлечь более вышестоящих, более там сильных, богатых, волосатых и так далее. Азиз Алиевич, вот мы буквально неделю назад обсуждали с гостями нашей студии отъезд Сергея Солодовникова в Самару. Как вы считаете, с его уходом громкие дела закончатся? — Давайте начнем с того, что сам Солодовников не расследовал эти дела. Это первое. Второе. Эти дела были расследованы и были подготовлены до его прихода. — Но вы имеете в виду, что они лежали в столе и ждали своего часа? — Они лежали и ждали своего... Да, все документы были собраны. Значит, он просто дал ход этим делам. Если бы кто-то сказал, что нельзя давать ход этим делам, дал бы он, я не знаю. — Но это смотря кто скажет. — Да, ну поэтому... Или если кто-то скажет, что давай не будем давать ход. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, поэтому, ну, хорошо, что он дал ход делам, хорошо-то они прошли, оправдали кого-то или не оправдали, там, осудили, не осудили. Но это очень хорошо, потому что даже само по себе проведение таких дел, там, рассмотрение их в судах отразделяет участников разного рода схем, правонарушений и так далее. Поэтому будет ли больше, ну, если наши среди правоохранителей у нас и полиции есть очень много умных, порядочных, так сказать, людей, да, если они сегодня смогут, у них будут данные, они подготовят такие дела. Я уверен, что и новый генерал будет давать ход этим делам. — То есть вы считаете, что дела в столе закончились? — Ну, в какой-то степени да. То есть вот такого рода громкие дела в какой-то степени закончились. Ну, есть, может быть, еще вот, у меня есть определенные догадки по каким-то там делам. — Ну, поделитесь, Азиз Алиевич. — Нет, не буду делиться. Это потому что боюсь, что можно вспугнуть людей. — Ну, ладно, хорошо. Давайте закончим тогда на этом с уголовными делами. Поговорим про Вятскополянский промпарк. Наши с вами коллеги из газеты «Бизнес-новости» на неделе написали, что наконец-то в промпарк заселятся первые резиденты. Вот скажите, пожалуйста, сами вы посещали промпарк Вятских полянов? — Да, и пока не вижу никакого смысла. Никто не приглашает, во-первых. Во-вторых, мне самому особого интереса в этом нету, потому что, честно говоря, даже говорить об этом не хочется, потому что я считаю, что все, что делалось в этом направлении, это просто как бы каждый раз говорильное, каждый раз обещание, каждый раз там. И никто и не просчитал, и не подготовился к тому, чтобы там вообще этот промпарк каким-то образом заработал. То есть это просто как галочка, которую люди периодически, посмотрите, по Вятскополянскому промпарку мы уже четыре раза поставили галочки. Так вот, если посмотреть, да. Начали строить, выделили деньги, один раз сдали, второй раз построили, третий раз построили. Сейчас уже, вот видите, ваши коллеги, да, вот коллеги уже пишут, даже пять раз видите, сколько мы галочек, и все это преподносится, как какое-то, молчали бы в тряпочку, вот сделайте дело. Вот, а дело там, мы как-то прошлые разы обсуждали этот вопрос, не просто запустить этот промпарк, давайте реально смотреть, как бы, правде в глаза. А сам по себе промпарк с его условиями сейчас, в нынешних условиях, не очень понятно будет ли запускаться, потому что это целый комплекс вопросов, связанные с инвестированием, например, да. То есть, в любом случае, если ты что-то запускаешь, ты должен инвестировать. А инвестировать за счет каких средств, то есть вопрос средств, это очень тяжелый вопрос на сегодняшний день, это раз. Во-вторых, можно было бы там целые там заводы, условно говоря, или заводики поставить по тем вопросам, которые актуальны для страны, вопросам, связанные с импортозамещением. Но импортозамещение, вот меня, что очень огорчает, что я пока не вижу, что там с федерального уровня люди понимают, что импортозамещение это вообще-то целый комплекс проектов и проектного управления там, да. То есть, как будто эти люди вообще ничего не понимают в проектном управлении. И, соответственно, если у тебя, ты должен какие-то дать ориентиры, индикаторы, что нужно производить, а дальше будешь говорить, для страны это важно, соответственно, страна будет поддерживать это там ресурсами. А инвестирование, это значит кредитные ресурсы, если то, это должно быть не дороже 5% годовых в инвестировании. Потому что, если будет дороже, то... То нет смысла. То, ну, не знаю, еще непонятно там, как это реализуется, как будет продаваться там и так далее. То есть, соответственно, там кадровые ресурсы мы с вами в прошлые разы обсуждали. Вообще, что значит, туда приедут люди, например, там, вятские-полянские там будут работать, сколько их будет работать в этом промпарке, а что значит, вятские-поляны приедут люди. Если они туда приедут, то где они жить будут, а приедут ли они с семьями, или это будет вахтовый метод. То есть, там куча вопросов. Дальше, кто будет обеспечивать, то есть, кто будет инжиниринговое обеспечение давать, так сказать, да. То есть, все связано с технологиями, с конструкциями там и так далее, и так далее. Где эти люди, где эта фирма? То есть, если промпарк, это должно быть мощное инжиниринговое обеспечение. Где оно? Просто складывается такое впечатление, да, что пока суть до дела, пока тянется вот эта вся история. Сейчас мы дожили по факту до кризиса, когда денег на инвестиции ни у кого нет. Нет. Да. А вот к вам предприниматели не обращаются, вы все-таки консультируете бизнес с вопросом, вот, Азиз Алиевич, как вы считаете, стоит нам идти в промпарк или не стоит? Ну, как бы один раз, один раз, значит, и у людей был интерес, ну, по Вятским полянам вообще никакого интереса. Был интерес там что-то вот, когда планировалось в городе на площадках Лотоса там, Лотоса там что-то делать. И то, значит, только потому, что там можно было какой-то период получать, значит, льготные ресурсы в виде электроэнергии, там, площадей там за низкую арендную плату и так далее, и так далее, для того, чтобы в этот период успеть раскрутиться. Но я так понял, что на этих площадках тоже ничего не делалось. А там была тема с производителями детских товаров, но как-то она затихла. Почему-то заглохла, хотя я считал это очень перспективным направлением при правильном подходе. Вот, ну, то есть есть масса вопросов. У меня иногда создается впечатление, что люди, которые этими делами управляют, они не всегда понимают, чем они управляют и что у них есть в руках. То есть вот этот вот момент очень огорчает, честно говоря. А мы вот с вами коснулись инвестиций, коротко, да? Как вы считаете, насколько сильным будет спад инвестиционной активности в 2015 году? Он будет настолько сильным, вы, наверное, хотите что-то услышать в процентном отношении. Ну, не знаю, там от 20 до 50, может быть. Почему такой большой разброс? Вы знаете, что инвестиции связаны очень тесно с психологией человека. То есть человек не инвестирует, если у него пессимистическое настроение. Я боюсь, что он даже в магазин не ходит, если у него пессимистическое настроение. Совершенно верно. Оптимистическое настроение и расчетливое оптимистическое настроение. То есть когда человек у него будет, когда у него достаточно информации, он знает, где взять те или иные ресурсы. То есть достаточно информации, что если я вот в этом направлении буду заниматься, то это будет востребовано и поддержано, прежде всего, государством, а потом рынком. Вот в этой кризисной ситуации, да? И второе, а где я возьму ресурсы? То есть я на инвестиции, где я их возьму, если у меня своих ресурсов нету? А серьезные дела требуют серьезных инвестиций. То есть инвестиции по 20% годовых. Ну, чего смеяться? То есть это ситуация, которая заставит упасть инвестиции. Я бы хотел, почему я о проектном управлении говорю, о повышении компетенции федеральных чиновников в этом направлении, и областных тоже чиновников. Потому что сегодняшняя ситуация требует именно проектного подхода, называния направлений и даже более того предметов, которые нужно производить и с какими характеристиками. И тогда бизнес возьмется за это, потому что ты скажешь, что надо производить и чем ты будешь помогать. Ну вот разверните тогда свою мысль. Что вы подразумеваете под термином проектный подход? Ну, посмотрите. Вот для того, чтобы произвести из нашего нефти и газа какое-то сырье для производства игрушек, не хватает какого-то маленького компонента, какой-то добавки химической, которая туда добавляется и получается вот это сырье для производителя игрушек. Вот если этого сырья нет, вот этого нету мелкого, мелкой химической штучки, если говорить на таком языке, то, извините, не получается сырье. Но мы можем сказать, что, например, то есть вопрос о технологиях, о новых продуктах, значит, знаниях там и так далее. Мы можем людям сказать, что если вы вот это вот произведете на территории России, и если намерение заявите, то мы поддержим все ваши действия в этом направлении. Мы меньше будем зависеть, например, от той же Европы вот в таких штучках. Или в каких-то красках, какие там покупают полиграфисты, например. Или еще каких-то компонентов для производства высококачественной бумаги. Это мне очень напоминает принципы ручного управления. Проектное управление? Оно не ручное управление. Ручное это знаете когда? Это когда все кричат, например, ручное сейчас требуется, например, в медицине и в здравоохранении управления, потому что ситуация кризисная, лекарства подорожали, и вот тут требуется вот... Или про электрички. Да, вот это там... Про электрички я согласен. Принятое решение это ручное управление. Системное управление не было. Вот надо было не просто восстановить электрички и поручить Дворковичу, надо было Дворковича уволить. Потому что он непосредственно отвечает, если за это, то он должен понимать, принимая такие решения, вообще допуская такие решения, что железные дороги, связь транспортная, это целостность страны, это перемещение людей, это территориальное развитие страны. Если этот человек не понимает и соглашается с тем, что отменяют электрички, он разрушает страну. Понимаете? То есть это неумение системно мыслить. То есть этот человек видит прибыль или убыток от того, что есть электрички или нет. Но этот человек не видит другие последствия, сегодняшние и будущие от того, что произойдет. Вы понимаете, наша прибыль экономическая, я в этом убежден глубоко, точно так же зависит от оптимистичности или пессимистичности людей и от их позиции. То есть чем хуже ты им условия обеспечиваешь, тем меньше ты в любом случае прибыли получаешь. Потому что они становятся более пессимистичными, более в своем поведении направленными вообще на другие совершенно цели, но не на получение прибыли, на обеспечение эффективности. То есть если сказать предпринимателям, вот если вы произведете эту химическую штучку на территории страны, мы поддержим все ваши проекты, это не ручное управление? Нет, это проектное. Потому что мы же поддержим не руками, мы поддержим ресурсами. А вы делаете. Вот делаете. И здесь нужно дать не одну позицию, а нужно дать сотни позиций. У нас ведь в стране не одна такая позиция, а сотни, тысячи позиций, которые надо. Давайте людям развяжем руки в конечном итоге. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. И свое особое мнение сегодня высказывает Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Дискуссия у нас не заканчивалась даже во время рекламы. Но продолжить все-таки я предлагаю про налог на интернет. Министерство культуры предлагает собирать сбор со всех пользователей Рунета. Этот сбор уже назвали налогом на интернет. Это деньги за использование защищенных копирайтом материалов в сети. Как вы считаете, сейчас, в данное время, в данной экономической ситуации, такой сбор нам необходим? Да он вообще не нужен. Я думаю, что не только в связи с этой ситуацией, а вообще. То есть, если вы меня спросите там... Я вас спрашиваю. Я последний раз даже не помню, когда последний раз я какой-то материал защищенный копирайтом скачивал или смотрел. Музыку скачивать, кино смотрите в интернете? Не смотрю. Есть у меня кабельное телевидение. Значит, вы знаете, что там... Ну, спутниковое, извините. Когда надо, значит, можно и заказать тебе, придет тот фильм, который, так сказать, ты заплатишь совершенно какую-то там смешную цену, типа 90 рублей или 100 рублей. Это даже не сопоставимо с ценами на билеты в кино, так сказать. Сядешь спокойно, посмотришь у себя дома по телевизору. Поэтому я даже не помню, когда я вообще последний раз что-то скачивал, слушал. Старые какие-то песни в ней интересные бывают. Ну, в исполнении старых исполнителей, потому что такие вещи очень интересные. Да, было такое. Но и то они в свободном, так сказать, доступе. Там нигде не написано, что вы там нарушаете. Вы знаете, что во многих сетях, там YouTube и так далее, там защищают такие вещи. То есть просто так-то не скачать ничего. Поэтому я считаю, что это без этих условий, которые есть сегодня, это неправильный. Это какому-то чиновнику опять нечего делать, и он показывает, что он нужен стране. На самом деле таких людей, предлагающих эти меры, нужно сразу увольнять. Просто увольнять, потому что это не тот подход, который нужно применить. Есть масса способов технических ограничить. Правда, появляется масса способов технических обойти, но это вечное соревнование. Это вечное соревнование. Ну, я думаю, как бизнесмены вы прекрасно понимаете, что в данном случае задача государства взять денег с людей. Вот так вот с физлиц за пользование контентом денег вы возьмете вряд ли. И вот что предлагает Министерство культуры. Они предлагают взимать налог с операторов связи. Каждый оператор, в зависимости от количества абонентов у него, заплатит этот налог Союза правообладателей. А потом этот Союз поделит деньги между правообладателями. Вот сам механизм, как вы оцениваете? Это очень плохой и порочный механизм. Это, собственно говоря, внедрение очередного налога, я считаю. Вот налога, который... Это неправильный подход. Это неправомерный подход. Есть люди, у которых две сим-карты, три сим-карты, они три раза заплатят? Это тоже правильные вопросы, которые вы ставите. Но я вообще противник, так сказать, такого подхода. То есть это заставить оператора фактически придать этому платежу схожесть с налогом на добавленную стоимость, условно говоря. Ты вот, типа, косвенного налога. Ну, мы с тебя будем брать, но ты бери вот там, с тех людей. А если он с тех людей не взял? А если те люди, например, они будут с меня брать, а я им скажу, извините, докажите, что я вообще пользовался этим контентом, я пойду в суд, условно говоря, и докажу, что я не пользовался этим контентом. Они что? И почему? Хорошо, один пользуется, все время скачивает, условно говоря, а я скачал один раз. Это как средняя температура по больнице. То есть это вообще такой, это чисто чиновничий дурацкий подход. Вот эти федеральные чиновники своими подходами уже достали, честно говоря. А как правильно вот здесь нужно сделать, по вашему мнению, или вообще ничего менять здесь не надо? Только техническими средствами, пусть правообладатели защищают, если видят, что кто-то там нарушает их права, пусть, так сказать, пытаются защитить свои права. Это их проблема, это их. Ну, смотрите, не берет же с нас там, например, полиция непосредственно со всех за охрану. Он с каждым заключает договор. Вот если мне надо на квартиру охрану поставить, он со мной заключает договор, я плачу. А представьте, что полиция бы начала со всех брать плату. Вот у меня тогда плата была бы там не 150 рублей, условно говоря, в месяц за охрану, а было бы 70. Но мы же знаем, что сколько процентов жителей ставит свои квартиры под охрану, и это им нужно. То есть мы же этого не делаем. Почему мы должны охранять имущество каких-то лиц за счет всех? Пусть они охраняют, это их головная боль, пусть они и думают. Вот этот подход, вот это наше, значит, это наше, как это сказать вам, копирование американских подходов в защите интеллектуальной собственности. Вот наша готовность встать на задние лапки под любым таким требованием. Это вообще, мне кажется, что очень неправильно. Пусть они... Кому принадлежит это имущество? Интеллектуальная собственность, это активы. Активы. Вот кому эти активы принадлежат, пусть они и защищают. Я защищать их активы за свой счет не собираюсь. Это особое мнение Азизы Агаевой, и мы продолжаем про заморозку ценно-социально значимые продукты. Вот как вы к этой идее относитесь? Противоречиво. Так, расскажите. С одной стороны, наверное, надо защищать социально незащищенные слои с учетом происходящих процессов. С другой стороны, опасение есть, что производство этих товаров может стать невыгодным, и производители перестанут их производить. И что тогда будет происходить? То есть, если государству надо, чтобы какие-то товары были дешевые, но, наверное, не для всех они должны быть дешевые. То есть, пусть только для тех, кто не способен себя обеспечить такими необходимыми минимумами товаров для жизни. Поэтому вот продумывать надо именно в отношении этих людей, а целиком останавливать там рост цен. Ну, рост цен – это результат неправильного управления, причем не этого года, не двух лет, а неправильного управления в течение длительного периода. Ну, вот смотрите, про социально значимые продукты, да, здесь же речь идет о двух десятках продуктов. То есть, это говядина, свинина, баранина, курица, замороженная рыба, молоко, некоторые молочные продукты, соль, сахар, подсолнечное масло, крупы, картофель, капуста, морковь, яблоки. То есть, вы считаете, что если заморозить цены вот конкретно на эту ограниченную группу товаров, то это также аукнется? Ну, смотрите, если мука сегодня подорожала, потому что неоправданно подорожало зерно, и потом мукомолы там и так далее, то может хлеб стоять на месте? Не может. То есть, если государство хотело контролировать, оно должно заморозить цены на зерно, сказать, так, зерна собрали в этом году столько, что его хватит там на три года, с чего бы это повышать на него цену? Или на подсолнечное масло, например. Не на подсолнечное масло надо замораживать цены, а на семечки, из которых делают подсолнечное масло, из которых было собрано достаточное количество в этом году в России. Понимаете, о чем я говорю? А мы говорим на конечном. То есть мы говорим на заводах, которые производят масло или которые производят хлеб. Хорошо, они получают сырье, они производят. Они должны хоть какую-то прибыль получить. Или они должны себе в убыток производить и торговать. Но в убыток сколько они продержатся? То есть, значит, встает вопрос о субсидировании. Кто будет субсидировать государство? Значит, тогда встает вопрос, а кого должно субсидировать государство? Производителей или тех незащищенных потребителей? Во всем остальном рынок придет равновесие. То есть, если я могу сегодня себе позволить цену на хлеб в два раза больше, но кто-то не может себе позволить. И пусть они тем, кто не может, пусть они им помогают. А я уже буду смотреть, раз хлеб подорожал два раза, может быть, мне нужно на картошку перейти, которую я спокойно выращу. Тогда уже это пойдет обратным ходом на производителей зерна. Понимаете, да? То есть тогда хлеба будет производиться меньше, муки будет требоваться меньше, зерна будет, соответственно, тоже меньше. И зерновики начнут думать, слушайте, а может быть, нам снизить цены? Понимаете, о чем я говорю? То есть это волнообразно туда и обратно ходит в экономике. То есть это эффекты один-другой вызывающие. А тот факт, что крупнейшие розничные сети, такие как Магнит, Х5, Ашан, Метро, договорились заморозить цены на эти самые социально значимые продукты, это вот что? Это они просто могут себе это позволить. Либо они за свой счет, либо они будут выкручивать руки опять производителям. Это чисто политическое как бы решение. С одной стороны, я почему говорю, что с одной стороны, я приветствую, потому что очень много маржи остается вот в этих крупных розничных сетях. Если вы поговорите с производителями, они вам расскажут, что очень много, большая доля маржи в розничных ценах остается сетям, вот этим крупным сетям. Значит, они могут за счет своих сетей это сделать. Ну, отлично, пусть делают. Хороший патриотический поступок. Но не нужно в этом случае давить на производителей, на хлебобулочных изделий, на производителей масла, молока и так далее. Хотя следить за тем, как эти себя ведут, тоже нужно. Ну, вот эта вся история с заморозкой цен началась после того, как глава ФАС Игорь Артемьев озвучил так называемый антикризисный план своей службы. И вот они предупредили, например, металлургов, что будут добиваться введения экспортных пошлин на металлы, если не предоставят скидки российским производителям. Мобильных операторов предупредили о том, что грозят им судами, если будут повышать цены на руминг. Вот такой приказной порядок, да, предоставления скидок. Немножко разные вещи. То есть вот эти технические как бы вещи. А с ритейлерами то же самое. С ритейлерами такая же история, это тоже ФАС. Понимаете, вот разделим две вещи. То есть то, что мы говорим о перечне необходимых товаров для незащищенных слоев, для людей, чтобы они были сыты, здоровы, это одно дело. Второе дело металл. Понятно, что если рубль девальвировался, то металлурги, экспортирующие свою продукцию, потирают руки. Они готовы все продать, значит, только лишь бы как бы получить свои денежки. Окей, мы сейчас можем снизить цену, так как у нас рубль девальвировался, и больше на экспорт кидать. А внутри-то, извините, господа, вы вообще где живете и где берете эту руду с территории России? Так вы, пожалуйста, и это правильный подход. Значит, если так происходит, нужно повышать экспортные пошлины, чтобы в конечном итоге металлурги на кризисной ситуации в стране не зарабатывали. А если зарабатывали, чтобы этот заработок сразу переходил в бюджет. То есть вы считаете, что вот со стороны фаз такая добровольно-принудительная история, что с заморозкой цен, что с металлургами, что с ценами на роуминг это правильно? Еще раз прошу разделить. То есть металл это одно, продукты питания это другое, цены на роуминг это третье. Но фаз требует от всех. Фаз требует от всех, но в каждом случае я уверен, что они подходят индивидуально. У нас с вами осталось, в общем-то, не очень много времени. Так, о чем мы с вами поговорим коротко за три минуты? Давайте поговорим о налоговом климате в регионе поговорим коротко. Я думаю, что все знают, что вот в январе АО «Красный якорь» перерегистрировалось в Москву, и гендиректор его объяснила, что это связано с тем, что налоговая инспекция закручивает гайки. Им доначислили порядка 196 миллионов рублей налогов. Как вы оцениваете активность налоговой службы в Кировской области, и как это отразится на бизнесе в этом году, и считаете ли вы это реально закручиванием гаек? Я думаю, что идеологию, которую сегодня проповедует областная налоговая инспекция, она имеет, конечно, свои изъяны, но в целом думаю, что в скором времени это будет идеологией всей России. Поэтому перерегистрация с одного территории на другую, наверное, имеет там какой-то смысл. Я не хочу конкретно говорить о «Красном якоре», потому что тогда надо говорить о том, что акции этого предприятия держатся в офшорных островах, там, британских, виргинских островах, кто акционер, так сказать, и выгодоприобретатель, там, они почему-то не говорят, там, пусть переводят сюда, как бы, и бенефициар объявляется, там, прибыли красного якоря, да, пусть он здесь хранит свои капиталы, и мы будем тогда разговаривать. Надо в отношении них и как поступать, понимаете? Но в целом, да, закручивание гайка происходит. Очень плохо, что, значит, подходы, там, кировские, например, более жесткие, чем в других регионах. Плохо, потому что вот эта вот миграция туда-сюда, она вряд ли идет на пользу, как бы, стране. Вряд ли. С другой стороны, значит, я думаю, что их дело решается в суде. Я нашим кировским судем, особенно те, кто налоговые дела рассматривает. О чем мы говорили в начале программы. Да, я им, как бы, ну, доверяю, потому что сам занимаюсь там налоговыми делами, и очень часто вижу, как они профессионально, методично, скрупулезно, значит, разбираются в тонкостях того или иного дела. И нужно учитывать, что в последнее время налоговая инспекция, она не просто идет проверять, да, опять говорю, что исключения есть, а, например, проверка там по Кировскому молочному, условно говоря, там комбинату, считаю, что вообще такими вещами налоговой инспекцией заниматься вообще нельзя, да. Вот, а там в целом мы знаем, что по результатам, там, например, рассмотрения арбитражных дел налоговики выигрывают абсолютное большинство дел. Это не говорит о том, что налогоплательщики правы. То есть это говорит как раз о том, что во многих случаях налогоплательщики неправы, а налоговая инспекция начисляет справедливо. Поэтому, что в этом случае говорит? Деловой климат зависит. Я думаю, что налоговая инспекция наша идет по этому пути, то есть то, что... По пути закручивания гаек. Нет, по пути установления партнерских отношений с налогоплательщиками. Еще раз говорю, у меня есть факты, когда такие партнерские отношения устанавливаются и предприятия исключаются из перечня предприятий, подлежащих проверке. Для этого нужно быть открытым и выходить на прозрачные отношения с налоговой инспекцией. Вот, собственно, все. Спасибо, Азиз Алиевич. У нас закончилось, к сожалению, время эфира. Я напомню, что это было особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Спасибо вам за эфир. Всем спасибо. Поздравляю всех с наступающим праздником весны. Да, спасибо большое. Я тоже присоединяюсь. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM